Здравствуйте! Давайте, наверное, начнем. Меня зовут Андрей Лебедев, и сегодня мы открываем серию вебинаров, связанных с деталями организации производственного планирования в 1С и РПЕ. Попробуем маленькими кусочками продвигаться по всем аспектам. Ну и, видимо, параллельно у нас будет еще несколько вебинаров, связанных с формированием себестоимости готовой продукции в 1С и РПЕ. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Значит, смотрите, у нас с вами вся работа с графиком производства, с производственным планированием вообще начинается с основной НСИ, которая вообще существует в блоке производства. Это ресурсная спецификация. И я думаю, что большая часть присутствующих более или менее знакома с ресурсной спецификацией типа изготовления-сборка. Скажем, она такая расхожая, она чаще всего возникает в работе, и я честно вам скажу, что вот две других используют относительно редко. Зачастую просто, ну, не представляя себе, какие функциональные возможности у них есть. Ну, давайте для начала пробежимся по изготовлению сборки, чтобы просто было с чем сравнивать. Значит, так и назовем изготовление агрегата. И у нас номенклатура, которая будет изготовляться, она будет называться, ну, возьму что-нибудь простенькое, продукция, создать. Называться она будет агрегат 001. Измеряться он будет в штуках. И состоять этот агрегат будет из двух частей. Это будет мотор. И это будет трансмиссия. Соответственно, ресурсную спецификацию на агрегат, на изготовление одного агрегата, нам сделать, в общем-то, очень просто. Мы, значит, добавляем мотор, добавляем трансмиссию. И того и другого нам потребуется одна штука. Кстати о калькуляции, материалы основные. Вот, значит, на что я хочу обратить ваше внимание. У материалов есть вот такая вот настройка, которая показывает, откуда материалы будут получены. То есть, либо обеспечивать, это значит, со склада, либо произвести по спецификации, это значит, какая-то дочерняя спецификация будет задействована, либо получить сетапа. У нас это невозможно, потому что этап один, но если бы у нас этапов было два, напоминаю, что этапы мы здесь добавляем. Неважно, как это у нас будет, я поставлю САГ-99. Вот, если бы у нас этапов было два, то тогда вот здесь мы могли бы указать, что трансмиссию и то и другое у нас требуется, предположим, на втором этапе. Это тоже надо указывать, а трансмиссию мы получаем с этапа один. И в этом случае, вот сейчас, когда я нажму ОК, программа сделает еще одно действие. Она на закладке промежуточный и побочный выпуск оформит выпуск трансмиссии. То есть, вот здесь проходит первый этап, там что-то может быть использовано, выпускается трансмиссия, она потом используется на втором этапе. Так, ну, сейчас я это уберу, пока усложнять не будем. Вот, трудозатраты пока опустим, но принцип здесь тот же самый. Производственный процесс я удалю этап, который вам показывал. Здесь поставлю, что это этап конечный. Вот, с рабочими центрами связываться пока не будем. У нас будет отдельный вебинар, на котором мы в рабочих центрах тоже покопаемся. Так, ну, вот у нас первая спецификация. Пока я ее включать не буду, просто запишу. И давайте я создам вторую спецификацию типа разборка. Значит, в чем отличие? Здесь мы тоже можем указать какое-то изделие. Но это изделие будет не собираться, а разбираться. Мы добавляем мотор, мы добавляем трансмиссию. И то, и другое мы выпускаем в количестве одна штука. Обратите внимание, что здесь есть еще одна очень важная особенность. Мы должны указать долю стоимости. Для чего это нужно? Дело в том, что когда мы что-то собираем, себестоимость того, что мы соберем, будет зависеть от того, что мы в эту сборку вложим. Соответственно, себестоимость рассчитывается. Здесь у нас обратный процесс. Мы возьмем вот этот вот агрегат. Из него получим вот эти вот две детали. Вот. И мы должны как-то определить эту себестоимость. Соответственно, здесь мы, например, можем указать, что 60% от себестоимости агрегата, это будет себестоимость мотора. 40% себестоимость трансмиссии. То есть, себестоимость агрегата, она будет поделена вот в этой пропорции. Я хочу отметить, что если мы с вами полезем вот в это вот изготовление агрегата, здесь мы тоже можем увидеть нечто подобное. Если бы мы выпускали не одну номенклатуру, а список, то здесь мы бы могли перечислить несколько выпускаемых позиций и указать, как именно раскладывается между ними общая рассчитанная себестоимость. Значит, что дальше у нас есть в разборке утилизации? Я показывал, что у нас вот здесь вот в изготовлении и сборке есть закладка промежуточный и побочный выход. Эта закладка позволяет нам указать, что именно было получено помимо готовой продукции во производственном процессе. Причем себестоимость того, что мы получим, мы указываем явным образом. Вот. И эта себестоимость вот этого побочного выпуска, ну, это могут быть, скажем, какие-то возвратные отходы, что-то вот, ну, либо полуфабрикаты. Эти побочные выпуски мы вычитаем из рассчитанной себестоимости. В разборке утилизации есть нечто подобное. Но здесь сделали как? У нас есть, собственно, выходные изделия, и на том же закладке есть побочный промежуточный выход. И по рассчитываемой стоимости, и по фиксированной стоимости. То есть здесь вы можете получить что-то похожее. Кстати говоря, обратите внимание, что примерно вот такая же конструкция содержится в этапе производства. Там на выходных изделиях вы видите и изделия по рассчитываемой, и изделия по побочной и промежуточной стоимости. Обратите внимание, что изделия, которые мы здесь создаем, мы с этими изделиями, как выпускаемые по рассчитываемой стоимости, так и выпускаемые по фиксированной стоимости, мы что-то с ними можем сделать дальше. Например, разобрать. То есть изделие получилось, а дальше мы подключаем какую-то другую спецификацию и изделие развинчиваем дальше. Так. Значит, идем в материалы и работы. Ну, здесь подразумевается, что пока мы разбираем вот это вот на вот это вот, нам может что-то потребоваться в работе. Ну, не знаю, там, смазочное масло какое-нибудь, вот, какие-то расходники. И здесь мы тоже привязываем к конкретному этапу это все и определяем способ получения. Здесь вы, в общем-то, видите ровно то же самое, что и в предыдущей спецификации. Мы можем получить сетапа и мы можем провести, получить со склада, получить сетапа, мы можем произвести по спецификации. Обратите внимание, что вот здесь у нас, по сути дела, идет завязка двух разных спецификаций. В спецификации, которые предполагают разборку и утилизацию, мы подключаем спецификацию, которая предполагает сборку, получение того материала, который будет использоваться в процессе. Так, значит, статью калькуляции поставим. Ну, давайте... Ну, лак мебель, наверное, не будем. Создадим... Создадим... Там... Масло смазочное... Так, нет... Лучше... Литра... Десятру кубических... Записать... Закрыть... Возьмем... Ну, и... Количество, скажем, один литр... Не будем мелочиться. Так... Все остальное у нас никак не отличается. Тут тоже мы можем сделать какой-то этап. Так... Записать сначала надо... Название... Пример... Разборки. Хорошо, Ксюша. Да, вопрос какой-то... Записать... И закрыть... Так... Вот он... Пример разборки... Э... Вот это вот... Открою... И вот это вот... Открою... Изготовление агрегата... Так... Значит... И... Еще у нас есть... Тип спецификации... Вид спецификации... Который называется... Ремонт... Так... Давайте я на секунду посмотрю... Что у нас делается... Вопрос... Появились какие-то... Так... Совершенно справедливый вопрос... Значит... Версия... Она... Сейчас я вам покажу... 2.5.11... Если мне память не изменяет... Пора уже, наверное, переключиться... На 2.5.13... Вот... Ну... Скорее всего, я это сделаю чуть позже... Когда... Уже будем говорить о новых... Новом функционале... Связанном с производственным планированием... Так... Значит... Что у нас... Здесь... Значит... Смотрите... Ресурсная спецификация типа ремонт... Ну... Казалось бы... Она почти не отличается от изготовления сборки... Закладки ровно тоже те же самые... Да? Значит... Но логика здесь немножечко другая... Если... Вот... То, что указывается на закладке основное... На... На... В ресурсной спецификации изготовления сборка... Это... Выход... В ресурсной спецификации... Разборка... Это... Вход... В ресурсной спецификации ремонт... Это и выход... И вход... То есть... На входе и на выходе... У вас одно и то же... Все остальное... Ну... Смотрите... По логике... Ремонт... Агрегата... Назовом... Ремонт агрегата... Так... Значит... Идем... Идем по логике... Значит... Мы в принципе... Можем здесь вообще ничего не указывать... Это вполне будет работать... Но... В принципе... В ходе ремонта мы тоже что-то можем использовать... Да... То же самое масло смазочное... Вот... Мы... В ходе ремонта можем получить какой-то побочный и промежуточный выход... И... Мы для ремонта тоже можем добавить... Какой-то этап... Если мы посмотрим настройки связанные с обеспечением... То... Здесь... Мы увидим... Одно... Интересное... Новшество... Видите... Ремонт по спецификации... Значит... Как это будет работать... Ну... Сейчас... Давайте мы... С вами... Попробуем... Смоделировать... Да... Значит... Добавлю... Здесь тоже бывают побочный и промежуточный выпуск... Сейчас... Вот... Но... Здесь... Как вы видите... Ни каких... Дополнительных действий... Кроме... Указания статьи калькуляции... Вот для такого побочного выпуска... Не предусмотрено... Так... Значит... Давайте... Я... Сейчас... Все это... Повключаю... Так... Чего... Не хватает... А... Да... Это мы уберем... Так... 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 Давайте посмотрим, как система будет отрабатывать эти спецификации. Создаем заказ на производство. Подразделение диспетчер у нас в тестовых целях совпадает с цехом, в котором будет вестись производство. Добавляем агрегат. Количество 1. Спецификация изготовления. Обратите внимание, что в заказе на производство тип мы тоже указываем. Производство. Получатель. Давайте основной склад провести и закрыть. Идем в очередь заказов. Цех 99, вот он наш заказ. Давайте я сейчас сформирую этапы. У меня, конечно, ничего этого на складе нет, но нас сейчас будет больше интересовать, как вообще система подойдет к ситуации и чего предложит сделать. Ну, здесь все будет достаточно прогнозируемо. Система в этапе на производство требует, чтобы мы обеспечили мотор и мотор и трансмиссию. Выпустит она агрегат. Так. Удаляем этапы производства и изменим заказ. Теперь давайте это будет заказ на разборку. Разборка, утилизация. Кстати, обратите внимание, без спецификации, вот что такое без спецификации, это будет уже на следующем вебинаре. Значит, здесь пример разборки спецификации, к производству. Идем в очередь заказа и снова формируем этапы. Так. Сформировать. Смотрим диспетчер. Так. Выпуск. Ну, вот смотрите, что у нас получилось. Программа требует, чтобы у нас был, собственно, агрегат, который мы будем разбирать, и масло смазочное, которое мы будем использовать для разборки. Схему обеспечения я не настраивал, поэтому здесь склад у нас не указан, а основной склад для конечного изделия, он, для начального изделия, он, собственно говоря, взят из заказа на производство. Выпуск. Опять-таки, куда выпускать, непонятно. Эта схема и обеспечение должно регулироваться. Мотор-трансмиссия выступает в качестве конечного детали. Так. Удаляем этапы. Так. Прошу прощения. Буквально одну секунду. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Меняем. Разрешить редактирование реквизитов. О, как. Я убрал точно заказы. А, формируется ремонт. Смотрим спецификация ремонта агрегата. Провести и закрыть. Идем. Так, стоп. Да. Идем в управление очередью заказов. Действия. Сформировать этапы. Смотрим диспетчирование этапов. Нам нужен агрегат маслосматочное. На выпуске тот же самый агрегат. Значит, специально акцентирую ваше внимание. Вот на этой спецификации ремонт здесь важным моментом, что является. Если вы используете блок Таир и заказы на ремонт, то, возможно, вы уже сталкивались с тем, что при создании заказов на ремонт вы можете указать материалы работы, но указать трудозатраты здесь не получится. Так вот, если у вас ремонт носит вот такой сложный характер и он требует фиксации трудозатрат, если такая задача при автоматизации у вас стоит, то решением проблемы будет как раз создание на основании заказа на ремонт, заказ на производство. И далее вы делаете заказ на производство типа ремонт. В принципе, получается достаточно удобно, хотя может быть несколько сложновато. Ремонтная спецификация будет меняться в зависимости от дефектной ведомости. Соответственно, все спецификации на ремонт первого изделия будут разные. Не совсем так. Во-первых, вы можете сделать общую спецификацию, связанную, например, с разборкой изделия. То есть, ну, понятно, там, скажем, в моторе какая-то проблема, но нам все равно надо все развинтить. И выпустить вот этот самый мотор как отдельное изделие. Далее его, естественно, надо будет как-то, ну, каждый раз по-особому ремонтировать. Но это тоже возможно. Вот, кстати говоря, следующий вебинар, о котором я уже говорил, он посвящен тому функционалу, который вот на старте заложить нельзя. Вот, как вы сказали, дефектная ведомость, она каждый раз разная. Действия требуются различные. Соответственно, что мы будем делать? Мы будем определять по ходу действия. Вот как в этом случае с производством управляться? Мы и будем смотреть. Ну, конечно, абсолютной автоматизации там не будет, ну, что поделать. Значит, это показывает функционал только ремонта сторонного оборудования, поступившего на ремонт. Нет, неверно. Все ровно наоборот. Речь идет о том оборудовании, которое находится в вашей собственности. Если вы говорите о спецификации на ремонт, если вы говорите о заказе на ремонт, то здесь несколько сложнее. Дело в том, что заказ на ремонт, он работает с сущностями, которые находятся в справочнике «Основные средства». Но при этом основные средства могут быть не приняты к учету, как основные средства. Поэтому, вот если вы остаетесь в рамках блока ТАИР, вы можете в этот справочник включать и что-то стороннее. То, что поступает к вам для ремонта, и это, соответственно, отрабатывать. Хотя, получается, конечно, сложно. Поэтому общая рекомендация в том случае, если у вас встает вопрос о том, что надо как-то отражать ремонтные операции, связанные с тем, что вам передали, а не с тем, что у вас есть в собственности. То, на мой взгляд, самое разумное действие – выпускать не материал, а выпускать работу. То есть, это будет действительно сборка, спецификация типа сборка, и вы выпускаете работу, которая будет называться «Проведение ремонта оборудования». И эту работу, «Проведение ремонта оборудования», вы продаете тому, кто вам это передал. «В заказе на ремонт объекта эксплуатации, а в этапе производства номенклатуры, как они связаны?» Спасибо, никак. Такой связки, увы, скажем, без доработок не получится. Так. Еще какие вопросы? Вопросов нет. У нас есть еще время. Поэтому давайте в оставшееся время, если больше вопросов нету, скажем, для старта я выбирал достаточно простенькую тематику. Сейчас я попробую вам продемонстрировать достаточно сложный пример. Значит, для этого примера нам потребуется следующее. Мы введем сейчас номенклатуру. Ну, введем, предположим, сюда же. Значит, номенклатура будет называться «Верстак столярный». Так, «Верстак столярный» без тисков. «Верстак столярный» без тисков. Создать... Ну, скопируем. «Верстак столярный». Создать... Создать... Эээ... Столешницу «Верстака столярного». столешница верстака столярного. Так, коробка верстака столярного. Так, и, значит, поэтому, да, и что нам еще потребуется? Так, 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 масло смазочное, будем его измерять в литрах, так, отвердитель. И раствор для лакокрасочного покрытия. Так, и, значит, что нам потребуется? Нам потребуется несколько, несколько спецификаций. Во-первых, я сейчас перейду сюда. И давайте создам папку, чтобы ничего не мешало. Значит, создаю спецификацию на ремонт. Называется она «Смазка тисков». Берем мы тиски столярные. Одна штука. Материалы и работы. Масло смазочное. Материалы основные. Значит, производственный процесс. Добавляем этап. Этап в подразделении 99. Вот. Первую мы спецификацию с вами сделали. Вторая спецификация. Мы создаём спецификацию «Ремонт верстака столярного». «Ремонт верстака столярного». Естественно, номенклатура. «Верстак столярный». Одна штука. Добавляем. Материалы работаем. Что нам потребуется? Нам потребуется раствор. Нам потребуются кишки столярные. Нам потребуются тести столярные, причем, давайте, сейчас, ой, зря, я добавлю, значит, этап, этапов у нас будет три. Первый этап демонтаж тисков. Второй этап будет восстановление лака. И третий этап у нас будет обратная сборка. Так, теперь давайте мы идем сюда, и у нас будет следующее. Значит, вот это вот раствор для лакокрасочного покрытия мы используем на втором этапе. Причем, этот раствор, этот раствор мы производим по спецификации. Так, а у нас... Так, стоп. А, ну да, сейчас давайте проверим. Так, возможно, я не то сделал. Сейчас, ресурсные спецификации... Так, смазка тисков. Да, давайте я, значит, вот это пока сохраню. Вот, раствор для лакокрасочного покрытия нам надо сделать. Так, 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 значит, создаем ресурсную спецификацию. Типа изготовления, сборка, раствор для лаковокрасочного покрытия. На 1 литр раствора у нас изготовление раствора. На 1 литр раствора у нас пойдет масло смазочное. Да, дурацкая, конечно, получается какая-то смесь, но бог с ним. И отвердитель по 1 литру. Это будет одноэтапный производственный процесс. Подразделение цех 99, здесь материалы основные, материалы основные. Установить статус, действует. Записать и закрыть. Так, и... Возвращаемся к ремонту верстака. Итак, мы на втором этапе используем способ получения. Произвести по спецификации. И вот она, наша спецификация. Так, значит, и, наконец, тиски столярные. Значит, вот этот вот, тоже одна штука. Мы получим с этапа... Используется на этапе третьем, обратная сборка. И мы его получаем с этапа демонтаж тисков. Обратите внимание, я еще могу здесь поставить ремонт по спецификации. Ну, тогда мне отдельно... Так, а у нас, по-моему, был он, нет? Да, смазка тисков. Вот, окей. Да. Добавляем вот этот вот промежуточный выход. Значит, я здесь не отразил... Еще одну позицию, это... Продукция. Верстак столярный без тисков. С ним мы ничего не делаем. Хотя могли бы... Вот... И... Так... И здесь... Так, получить с этапа демонтаж тисков. И здесь тоже самое. Получится тапать демонтаж тисков. Так... А вот здесь... Да? Почему мы... Странно... Должен был это... Так... Так... Отмена... Это используется на третьем этапе. Виноват. Это тоже используется на третьем этапе. А здесь... Мы... Получаем с этапа демонтаж тисков. И... Проводим ремонт по спецификациям. Спецификация смазка тисков. Вот... И... Здесь... Тоже... Получится тапа... Эээ... Демонтаж тисков. Ну... С ним мы ничего не делаем. Да... Добавить промежуточные значения. Ну... Все вроде бы... Нормально. Давайте я установлю статус действует. Записать и закрыть. А... И... Давайте я сейчас сделаю заказ на производство. Создать новый. Эээ... Так... Орион. У нас... Ремонт. Цер 99. Добавить верстак столярный. Количество... Одна штука. Спецификация ремонт верстака столярного. К производству. Провести и закрыть. Склад. Ну... Какой-то склад укажем. Вот. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть, когда сформируются этапы. Сформировалось аж пять этапов. Значит... Эээ... Пойдем последовательно. Вот этот вот этап. Он вспомогательный. Это выпуск раствора. Второй этап. Демонтаж тисков. Берем верстак столярный. Выпускаем тиски и верстак столярный. Заметьте... Эээ... Выпускаться они будут по фиксированной стоимости. Нам надо будет ее указывать. Следующий этап. Восстановление лака. Раствор для лако-красочного покрытия. Вспомогательный этап. Мы изготавляем раствор. Берем раствор и... Эээ... Пока ничего не выпускаем. Дальше у нас что происходит. Дальше у нас идет смазка тисков по отдельной спецификации. И дальше у нас идет обратная сборка. Тиски столярный. Верстак столярный без тисков. Выпуск. Верстак столярный. Вот так это работает в сложном варианте. Так. Ну что. Время у нас к концу подходит. Эээ... Вопросы. Так. Это мы смотрели. Заменители. Заменители. Значит. По заменам сделаем вебинар. Значит. Аналоги. Вы... Эээ... Да. Я смотрю. Эээ... Да. Аналоги. Аналоги. Дерево. Дерево в спецификации вы имеете ввиду. Так. По аналогам мы сделаем отдельный вебинар. Эээ... По... Дереву. Ну давайте. Ну вот как-то так. Одну вещь я там не додумал на одном этапе. Там немножечко посложнее надо было сделать. Ну. Сейчас у нас уже времени поджимает. Основные функциональные моменты я вам показал. Упростил. Эээ... Вот не знаю. Эээ... Если это так интересует, постараемся пораньше. Еще какие вопросы есть? Так. Так. Все, да? Ну вопросов нету. Ну что, спасибо за внимание.